Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Меня зовут Фатима Бутылибова. И вот главная тема выпуска. У погоды свои правила. Дагестан вновь столкнулся с последствиями обильных дождей. Дагестан. Интересные дискуссии, встречи и, конечно же, отдых. Как прошел недельный межрелигиозный форум в Дагестане, узнаем через несколько минут. Спорт против террора. Под таким лозунгом прошел в Республике Кубок Муфтията Дагестана по футболу. Кто стал победителем, смотрите в спортивном блоке. Более 150 населенных пунктов Дагестана остаются без электричества из-за дождей. Об этом сообщил представитель Министерства энергетики и ЖКХ региона. Электроэнергию отключили у 35 тысяч человек. Это жители Тлеротинского, Цунтинского, Шамильского районов и Бештинского участка. Энергетики проводят восстановительные работы. Тем временем в Махачкале большинство улиц по причине обильных осадков подтоплены. Сложная ситуация остается на участках улиц Бибулатова, Петра Первого, Кушинского и Каркмасова. Городские службы работают в усиленном режиме для устранения заторов и подтоплений. В Дагестане задержали двух медиков за выдачу фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19. Врач-невролог и медсестра подозреваются в получении взятки в 10 тысяч рублей. По предварительным данным, они, вступив в сговор за денежное вознаграждение, внесли ложные данные о вакцинации от COVID-19 двух граждан в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. По данному факту, собран материал для принятия процессуального решения. В Карабадахкенском районе завершился межрелигиозный форум. Он проходил в течение недели на базе отдыха в Солнечный берег. В съезде приняли участие около 300 молодых ребят. На закрытии присутствовали почетные гости. Подробности в сюжете. Представители ислама, христианства и иудаизма собрались на одной площадке. Молодые ребята на межрелигиозном форуме провели вместе 7 дней. Они слушали мнения экспертов, задавали вопросы, отдыхали и играли вместе. Атмосфера была очень дружная, очень хорошая. Познакомился со всеми. Это не будет преувеличением, потому что сейчас я могу каждого по имену здесь назвать. На самом деле была атмосфера дружеская. Все, несмотря на межрелигиозные, межконфессиональные, международные, да, скажем так, различия, мы общий язык, можно сказать, нашли в первый-второй день максимум. Это очень дружеская, теплая атмосфера. В плане того, что даже в свободное время мы занимаемся делом, мы друг с другом разговариваем, мы задаем друг другу вопросы не в плане религии, в плане религии и на какие-то там еще темы. Мы играли в футбол, в волейбол, мы играли в брейеринги. Из-за этого как-то скучно не было. Я отдыхал, можно сказать. Помимо образовательной программы, также состоялись культурно-спортивные мероприятия. Итоги подвели на официальном закрытии. В нем приняли участие представители власти и общественности. Для всей нашей многонациональной, многоконфессиональной республики это событие, которое вносит значительный вклад в взаимодействие, в совместную работу между конфессиями, представителями всех организаций. Наш форум, конечно же, ориентирован, был, есть и, наверное, будет на воспитание доброзвратного восприятия, этнического, культурного многообразия нашей великой страны. Межрелигиозный форум в Дагестане проходит вот уже восьмой раз. Он стал ежегодным и уже традиционным. Организаторы уверены, подобные мероприятия важны для укрепления мира и согласия на земле Дагестана и России. В сквере Фазу Алиевой начаты работы по благоустройству. Общественное пространство будет обновлено в комплексе со сквером «Борцов революции» и улицей Каркмасова. На данном этапе проведена работа по демонтажу старой тротуарной плитки, идет планировка новых дорожек. Здесь в скором времени появятся скамейки, новые фонари и будут высажены зеленые насаждения. Вместе с тем администрация города Махачкалы информирует население о том, что в рамках реконструкции по улицам Радищева, Каркмасова, Абубакарова и Кадырова будут вестись дорожные работы. Движение транспортных средств на вышеуказанных участках будет затруднено. Мэрия просит автовладельцев по возможности при планировании маршрута движения не использовать данные улицы и не оставлять припаркованный автотранспорт, так как контролирующие службы будут вынуждены вывозить его на штрафстоянку. Правительство Дагестана проработает меры поддержки местных товаропроизводителей. Об этом на очередном совещании заявил премьер-министр республики Абдулпатах Амирханов. Обсуждение было инициировано в связи с обращением пищевых предприятий в адрес руководства республики. По мнению авторов письма, они сталкиваются с проблемами при поставке продукции. Речь о снижении цен на закупках. В результате такого механизма торгов снижается качество продукции, потребляемой в детских садах, школах и больницах. Абдулпатах Амирханов подчеркнул, что ситуация должна быть проанализирована. Премьер-министр поручил дополнительно проработать меры, направлены на поддержку местных пищевых предприятий и улучшение качества поставляемой в государственные учреждения продукции. Магия театра в монетах. Отделение Банка России в Дагестане приглашает на фото-выставку. Посетителям продемонстрируют коллекцию фотографий монет из драгоценных металлов, выпущенных с 1991 года. На полотнах запечатлены образы известных композиторов, драматургов, режиссеров, актеров, а также сцены из постановок драматического и оперного театров. На увеличенных изображениях монет можно рассмотреть все художественные детали. Каждый снимок сопровождают описание технических характеристик и история создания рисунка. Фото-выставка представлена до 26 октября в Русском драматическом театре. Команда журналистов из Махачкалы лучшая на Кубке Муфтеатра по футболу. Итоги этого ежегодного турнира под лозунгом «Спорт против террора» подвели в Избербаши. В споре за почетный трофей сошлись 54 коллектива из разных городов и районов республики. Атмосферу спортивного праздника передали наши корреспонденты. Слово Курбану Рагимову. Яркие по содержанию и жаркие по своему накалу. Предварительные матчи второго Кубка Муфтеатра по умению в футболу проходили одновременно на трех полях. Заявились 54 команды. География турнира охватила почти все муниципалитеты республики. В прошлом году этот турнир мы организовали в Махачкале, в этом году в городе Избербаш. И решили поменять, сменить локацию. И в следующем году, возможно, уже в другом месте будет турнир. И по просьбе самих избербашцев, они хотели встретить у себя гостей. С разных районов ребята общаются, обсуждают, какие есть там проблемы, какие-то советы и так далее, чтобы работа шла вперед. Это, конечно, дает свои плоды. Команды были разбиты на 18 групп. На первой стадии определились участники плей-офф. 16 сильнейших коллективов продолжили идти к трофею. Далее матчи на выбывание. На полях царит атмосфера конкурентной борьбы. За пределами только дружба. До и после игр соперники обмениваются рукопожатиями. Для всех участников турнира и болельщиков организовано горячее питание, чай из самовара и ароматный плов. Вот эта игра, альхамдулиллах, сплачивает нас. И побольше надо таких игр тоже делать. Со стороны, когда смотришь игру, это вообще, скажем, такой адреналин захватывает. Ну а за полем что происходит? За полем увидимся, знакомимся с людьми, новое знакомство. И дружбы тоже новые, тоже. Альхамдулиллах за это. Игры проходят в очень великолепной атмосфере. Все команды со всего Дагестана участвуют. Поединки очень азартные. Побеждают только сильные. И заодно дружелюбно во время перерыва пьют чай, отдыхают, общаются между собой, перенимают опыт работы. Турнир призван укрепить дружеские отношения между выходцами из разных муниципалитетов. Об этом на церемонии закрытия говорили организаторы. К участникам также обратились известные спортсмены. Завтра, когда вы снова выйдете на работу, чтобы с большим усердием, усилием, чтобы вы свою работу делали, намного качественнее, чем было. Хотя по качеству работы каждый вот эти три финалиста, которые стоят здесь, пожаловаться не на кого. Но дайло, чтобы еще лучше было. Как наш муфти говорит, как будто до сих пор мы ничего не делали. С нуля как будто бы начинаем, чтобы вот так мы все работали. Пусть Аллах нас объединит, наши сердца, наше братство укрепит. Пройдя без поражений сквозь сито предварительных матчей, в финал пробились лучшие из лучших. Сборная СМИ, костяк команды, которые составили сотрудники ННТ, встречалась с дружиной из Казбековского района. В этом упорном противостоянии журналисты взяли верх с минимальным преимуществом. 2-1. Кубок отправляется в Махачкалу. Очень сложно удалось, но ребята на характере. Я в воротах, но вот ребятам я хочу очень сильно похвалить и поблагодарить за то, что они себя отдали на поле. Реально отдали ребята. У них нет такого опыта, как у финалистов, но у них есть характер. И на характер они это все вырвали. Всех призеров турнира наградили медалями и денежными премиями. Организаторы также учредили награды в индивидуальных номинациях. Лучшим вратарем признали Шамиля Махаева, а звание лучшего футболиста досталось Гаджи Абидову. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Избирбаш. И на сегодня это все. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Всего вам доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова